В этом видео речь пойдет о том, как сделать ваш интерьер визуально дорогим и при этом снизить затраты. Небольшой бюджет это не признак дешевого ремонта. На самом деле, использовав небольшие хитрости, лайфхаки, можем преобразить любой интерьер и вытянуть его. А в этом уж мы мастера. Всем нам хочется сделать такой ремонт, который бы восхищал не только нас, но и всех вокруг. При этом не хочется тратить на него всю стоимость нашей квартиры. Кухня. Это один из самых дорогих элементов в ремонте. Давайте попробуем сэкономить здесь. Ровные гладкие фасады. Они стоят гораздо дешевле, чем рамочные, филенчатые какие-то фасады. Если мы хотим сэкономить, мы, как правило, выбираем именно такие фасады. Не важно, какого цвета. Самое главное, они самые простые и прямые. Это прям сразу удешевляет любой кухонный гарнитур. Также вместо каменной или акриловой столешницы на кухне можно сделать столешницу из пластика. Сейчас, в принципе, пластик есть очень хорошего качества, визуально очень красивый. При этом столешница будет выглядеть дорого. И не каждый поймет, что это у вас не камень и вообще не вспомнит о существовании каменной столешницы. Совсем недавно для одного из своих проектов я сделала пластиковую столешницу. Я осталась довольна результатом. Друзья, помните того самого Илона Маска, который перевернул представление о беспроводных наушниках? CGPods не уступает по качеству знаменитым фруктовым аналогам, а по функциям даже превосходит. И стоят они в 4 раза дешевле. И вот теперь тюменский Илон Маск переворачивает представление об уборке дома. Этой весной тюменцы представили целую линейку топовых пылесосов. В отличие от китайских аналогов, тюменские роботы-пылесосы не буксуют на порогах и преодолевают препятствия до 2 см. Расход зарядки более низкий, а контейнер для пыли более объемный. У роботов-пылесосов есть умная лазерная навигация. Пылесос в считанные секунды создает виртуальную карту помещения и убирает качественно, тщательно каждый участок. В отличие от китайских аналогов, тюменские роботы-пылесосы не размазывают грязь по полу, а реально его моют, проходя участок трижды в разных направлениях. А еще у ребят появился уникальный пылесос-батон для очистки авто. Благодаря такой форме пылесос помещается в карман на двери или в бардачке автомобиля. Поможет с уборкой в самых труднодоступных местах, а сила всасывания как у топовых полноразмерных домашних пылесосов. В линейке есть вертикальный пылесос, маневренный и легкий, весит всего 2 кило. Сила всасывания у этой модели на 20% выше, чем у супердорогого британского аналога. Уборка эффективнее, а главное цена ниже в 6 раз. Гарантия на все пылесосы тоже в тюменском стиле. Если что-то ломается, то это не ремонт, а реально замена на новый пылесос. Однозначно рекомендую обратить внимание на новейшие беспроводные тюменские пылесосы. Сканируй QR-код или переходи по ссылке в описании. Там же код BLACKHO на скидку, на этот раз 500 рублей. Сейчас на пике популярности кухни без верхних шкафов. Это выглядит очень минималистично, добавляет такой воздух к кухне. Это хорошо смотрится еще в объединенных пространствах кухни-гостиной. Если вы остановитесь на таком варианте, то вы, конечно, сэкономите на метраже кухни, и она будет стоить, соответственно, дешевле. Очень часто кухни делают именно в потолок. На самом деле это не суперудобно. Эти шкафчики часто вообще не используются, потому что они располагаются высоко, до них просто элементарно неудобно добираться. Либо слишком много шкафов, людям просто нечего там хранить. Следующий пункт – это освещение. Тоже такая большая статья расходов. Все мы любим трековые светильники. Они классно вписываются в интерьер, они бывают встроенные, различные. Но они довольно-таки дорогие, особенно магнитные, вот эти вот самые классные, где ты вытаскиваешь светильничек, можешь его в разные места поставить на этом треке. Я предлагаю их заменить встроенными профилями со светодиодными лентами. Это будет у вас такое линейное освещение. Они могут быть встроенные, могут быть накладные. Собственно, светодиодная лента стоит недорого, профили тоже. Реально можно сэкономить, и это будет элегантно по-дизайнерски смотреться. Деревянные откосы. Конечно, всегда у окна можно сделать пластиковые откосы. Это будет самое дешевое решение, но это будет некрасиво. Поэтому здесь я предлагаю сделать деревянные откосы. Откосы мы делаем из деревянных щитов, которые мы покупаем в строительном магазине. Их вырезают под наши размеры, и по периметру окна строители все это монтируют. С ними ничего не будет, так как они щитовые, их не выгнят. То есть это такое долговечное, хорошее решение, которое преобразит ваш интерьер. Они могут быть разного цвета. Можете оставить структуру дерева. Всегда ваше окно будет очень круто и классно смотреться. Если вы сделаете черные либо графитовые, допустим, окна, визуально прибавит к стоимости вашего ремонта. Это настолько смотрится классно, ваша квартира прям заиграет. Конечно, если вы закажете черные пластиковые окна, поменяете все окна в квартире, это будет классно, но это будет дорого. Альтернативным решением, которое мы применяем уже из объекта в объект, оклеивание пленкой обычного пластикового окна, либо окрашивание просто краской. Есть специализированные люди, которые все это делают. У нас, например, это делают наши ребята, строители, которые прекрасно с этим справляются и качество нас абсолютно устраивает. Остров. Как можно удешевить конструкцию острова? Например, столешницу можно сделать из щитового дерева. Также вы можете сделать, допустим, тоже ЦСП и покрыть его микроцементом. Также вы можете сделать столешницу из крупноформатного керамогранита. Мы в наших проектах уже делали так не раз. Это и практично, и экономично, и, в общем-то, смотрится классно. Также, чтобы удешевить конструкцию под столешницей, шкафчики можно сделать не выдвижными ящиками, а сделать просто с распашными дверками. Не весь остров в шкафах, а часть острова, допустим, слева сделать шкафчиками, а часть острова оставить пустым под столешницей и опереть на какую-то интересную ножку. Мягкие настенные панели. Можно их сделать самим. Самое главное, чтобы конструктив у этих панелей был простой. На самом деле, какие-то сложные конструкции панели сейчас, собственно, и не в моде. Одним из самых популярных сейчас решений являются мягкие панели за изголовьем или вообще вместо изголовья. Изголовье вы можете сделать как сами, так и изготовить на заказ. Покупаете основу какую-то, там, ДСП тоже. Покупаете поролон, покупаете ткань, и вуаля, у вас долговечная стена. Такое решение отлично подойдет для невыровненных стен. Они все это скроют, и ничего не будет заметно. Большие постеры и картины без багетов. Это отличное решение, очень бюджетное. Там вы можете хоть сами сделать, хоть купить на том же Алиэкспрессе или еще где-то. Самое главное, что оно будет большое и будет визуально перетягивать на себя все внимание. Поэтому можете здесь даже не заморачиваться с тем, что у вас там какая-то неровная стена. Рассеянный свет. Такое решение мы в последнее время очень часто делаем на своих объектах. Люди не хотят видеть яркий свет, неприятный глазу, и не всегда это нужно. Как сделать этот рассеянный свет? Вы берете профили, встраиваете туда ленты. Эти профили могут быть встроенные, накладные. Они могут быть в углах, допустим, помещения, в углах мебели. Также светодиодная лента может быть в какой-то нише. Также это могут быть ленты за мебелью. Ленты стоят, в общем-то, недорого, профили тоже. Поэтому это, я считаю, такое бюджетное решение и замена вот этим всем многочисленным люстрам и прочим источникам света. И тем самым у вас будет самое трендовое освещение. Винтаж. Элементы винтажа это очень красиво, богато, очень модно. Мы такие вещи можем встретить от лофта до мид-сенчури. Это могут быть комоды, это могут быть этажерки, какие-то серванты. Это может быть также декор. В общем-то, вы можете найти на том же Авито за вполне себе приемлемые деньги. Графичные фотообои. Хорошей альтернативой дорогих дизайнерских обоев служат фотообои, сделанные на заказ с изображением, взятым с какого-то шутерстока и подобных сайтов. Меня редко впечатляют фотообои, которые можно встретить на Яндекс.Маркете, в Азоне, в Айлдберес. Я всегда ищу какую-то изюминку. И выбрав изображение векторное самостоятельно на специализированном сайте, можно легко превратить в помещение в нечто эксклюзивное. Такие графичные фотообои, сделанные на заказ, будут стоить гораздо дешевле, чем какие-то дизайнерские фотообои дорогие, где реально классные принты. На сайте просто выбирается векторное изображение, которое вы можете сами скачать, либо скачать фирмы, где вы будете изготавливать эти обои. Растягивают это векторное изображение под нужный нам формат. Выбирается плотность бумаги, качество этих обоев. Здесь тоже цена варьируется. И вы получаете классный вариант оформления стены. Также, чтобы придать цену вашему интерьеру, заморочитесь с плентусами. Не ставьте вот эти самые дешевые плентуса, поставьте просто уголок. Ставится насты к стены и напольному покрытию, там какой-то зазор технологический, этот уголок все это дело скроет. Уголок можно поставить, приклеив к стене, а можно развернуть уголок в сторону стяжки и приклеить уже к напольному покрытию. Это стоит совсем недорого, а вид будет совершенно другой. Такие уголки, они из нержавейки, могут быть разных цветов. Также вы можете их покрасить в нужный вам цвет, а либо где-то на производстве, либо так же сами. Все мы знаем, что на выравнивание стены и потолков уходит большая часть бюджета. У нас в России особое отношение к ремонту. У нас все должно быть прямо идеально. Мне хочется в этом плане пустить немножко всех на землю и предложить следующие варианты. В дизайне будут бюджетными, но тем не менее эстетически вы ничего не потеряете, а сделайте только лучше. Если у вас старый жилфонд, стены из старого кирпича, не нужно ничего выравнивать. Просто оставьте этот кирпич, почистите, отгрунтуйте, покройте лаком, либо покрасьте и покройте лаком. Все это еще можно подсветить с пола или с потолка. И будет очень красиво. Не обязательно оставлять так все стены. Например, выбрать только часть стен, а остальные уже сделать, допустим, под ту же покраску. Мы, например, делали такой вариант у себя в офисе. Оставили этот кирпич, покрасили его в белый цвет и вот светили. Смотрелось очень классно. Также очень хорошим решением будет, если вы в доме, в квартире оставите бетонным потолок. Может быть, не весь, а часть потолка. Это бетонные колонны. Вы также можете оставить, повесить на них постер, и это будет очень стильно и современно смотреться. Если у вас в помещении есть любые металлические конструкции, это могут быть какие-то балки, это могут быть опоры. Можете их также оставить, выкрасить в какой-то контрастный цвет. Это будет изюминкой вашего интерьера. Очень люблю, когда в интерьере есть что-то такое необычное, нетривиальное. Следующий пункт – это текстурные рельефы и какие-то мазки. Пропустив этап выравнивания стены шпаклевания, у нас будет грубая, неочищенная поверхность, которую мы можем сделать для себя таким холстом, с которым можно будет сделать что-то интересное. Очень классно можно сделать на такую стену рельефную текстуру. Есть специальные валики, есть щетки. С помощью них можно сделать и вертикальные фактуры. Также можно использовать какие-то трафареты. Для этого совсем не нужно выравнивать стену и тратить на это безумные деньги. Также, как и кирпич, такую стену можно подсветить со всех сторон. Рельеф необработанный будет подсвечен. Это будет смотреться очень необычно и красиво. Очень интересным элементом будет, если все углы в помещении вы будете сглаживать, стачивать. Это могут быть и внешние, и внутренние углы, углы на балках, на потолке. В каких-то таких эко-интерьерах это будет смотреться очень уместно и красиво. На этом все. Я надеюсь, я вас вдохновила на какие-то новые свершения. И вы это все используете в своих интерьерах. Всем пока!